Сегодня на нашем канале запущено вещание высокой четкости и отдельные программы уже можно видеть в качестве HD. Напомним, на Самаргис продолжается обновление студии. В течение этого времени программа события будет выходить без ведущих. Сегодня на телеканале Самаргис началось тестовое вещание в формате высокой четкости в Full HD. Скоро все наши зрители могут насладиться прекрасной, четкой, сочной картинкой и отличным звуком. Приглашаем к просмотру нашего телеканала. В Самаре завершилось благоустройство сквера Фадеева и Крымской площади. Работы оценили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. В Самаре возле театра оперы и балеты установили памятник Дмитрию Шостаковичу. Официальное открытие намечено на 7 сентября. Коммунальные службы Самары завершают подготовку к зиме. Жилой фонд готов почти на 80%. Школьное питание должно быть вкусным и полезным. Оснащение и чистоту школьных столовых проверили депутаты городской думы. Забрать эвакуированную машину с комфортом. Активисты ОНФ проверили, есть ли на штрафстоянках туалеты и залы ожидания. Масштабы благоустройства действительно впечатляют. В Самаре отремонтировали Крымскую площадь и сквер Фадеева. В этом лично убедились губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Любимые места отдыха горожан стали еще более привлекательными. В Самаре на 98% закончили реконструкцию сквера Фадеева. Здесь обновили плитку, скамейки, освещение, беговые дорожки, разбили цветники и построили несколько игровых площадок для детей. Теперь сюда приезжают отдыхать со всего города. Сквер стал точкой притяжения для людей всех возрастов. Здесь интересно и взрослым, и самым маленьким жителям. Новая площадка, интересная, такой в Самаре, мне кажется, точно не было. Теперь у нас есть куча детей, но они теперь не хотят отсюда уходить. В садик не хотим, на занятия не хотим, потому что замечательная площадка, на которой хочется играть и гулять. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что площадка является универсальной. Заниматься активными видами спорта здесь можно в любое время года. А мы сюда ходили на лыжах кататься и бегать. Теперь, видите, дорожка есть беговая, и в том числе можно на лыжах кататься. Долгое время Крымская площадь в железнодорожном районе Самары была заброшена. Этим летом ее привели в порядок. Здесь можно отвлечься от городской суеты и погрузиться в атмосферу курортного полуострова. Главные достопримечательности зеленой зоны – Воронцовская ротонда и Ялтинский маяк. Новые арт-объекты пользуются огромной популярностью у местных жителей. Самарцы отдыхают на новых удобных скамейках, любуются видами и делают селфи. Я сегодня просто мимо проходила, хотя я здесь рядом живу. Думаю, открытие. С удовольствием зашла и вот уже минут 40, наверное, сижу и любуюсь. Спасибо за то, что вот так вот все нам здесь прекрасно сделают. Общественное пространство Самары ремонтируют по федеральной программе формирования комфортной городской среды. За работой подрядчиков строго следят общественники, а также представители городских и региональных властей. Благодаря национальному проекту, инициированному президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, комфортная городская среда, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий. Все скверы, бульвары и парки приводят в порядок с учетом мнения местных жителей. В ближайшее время рабочие должны устранить все замечания горожан, убрать строительный мусор и навести идеальную чистоту на отремонтированных площадках. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Четыре дня до торжественного открытия в Самаре установили памятник великому композитору Дмитрию Шестаковичу. Монтаж выполняли сотрудники мастерской Зураба Царители, который и стал автором скульптуры. Высота бронзового памятника около трех метров, вес более шести тонн. В городе этого события ждали давно. Памятник установили по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна. Именно он убедил Царители, что памятник великому композитору должен стоять в Самаре. Инициатива установки этой скульптурной композиции, этого памятника принадлежала нам с губернатором Самарской области Дмитриевичем Мазаровым. Самую высокую оценку памятника это оценка со стороны наследников. И вдова Дмитрия Дмитриевича Шестаковича, и его дети очень высоко оценили работу Зураба Царители. Наконец-то будет увековечена память не только великого музыканта, его произведения, но и великого гражданина, который посетил наш город. И которым может гордиться весь наш русский народ. Место для установки памятника выбирали долго. В Самаре Шестакович жил на разных улицах. В итоге остановились на сквере около оперного театра. В доме неподалеку Шестакович завершил легендарную седьмую симфонию. В оперном театре состоялась ее премьера. Местные жители уверены, скульптура композитора станет ярким штрихом исторического центра. Мы здесь на самом деле очень часто гуляем и много гостей города видим. И хочется, чтобы мы больше знали о нашем городе, какие люди здесь работали, творили. Это престижно. Все-таки для города это великолепно. Вначале я как-то удивился, почему руки Шестаковича сзади, но потом понял, что он в раздумьях, что он в мыслях весь. Памятник дирижеру торжественно откроют в день рождения города, 7 сентября в 5 вечера. После чего на площади Куйбышева пройдет посвященный Дмитрию Шестаковичу фестиваль «Седьмая симфония», где вновь прозвучит это великое произведение. Там выступят самарские музыканты и солисты Большого театра. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События. В Самаре готовится к приезду патриарха Кирилла. Об этом говорили на совещании в департаменте ЖКХ. Также полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. До середины октября все работы должны быть завершены. Вышли на финишную прямую по подготовке к зиме. Коммуникации рядом со школами уже заменили. При этом успели уже и газон заново засеять, и тротуары восстановить. Но есть и объекты, которые требуют ускорения. Рядом с тремя самарскими детсадами работы еще продолжаются. Завершить их должны в ближайшие два дня. До середины сентября должны переложить эти полосети на физкультурный, 22-го портсъезда, Ставропольской, Мяге, Свободы, Теннисной и в районе Комсомольской площади. Основные же усилия коммунальщиков сосредоточены на Ташкентской и Старозагоре. Здесь у нас были проблематика с поставкой материалов. Сейчас ее нет. В полном объеме, я думаю, 10-го числа монтажная схема по Старозагоре в сторону Алматинка будет восстановлена. На совещании обсудили и вопросы, связанные с подготовкой ко дню города и приезду патриарха Кирилла в Самару. Гостевому маршруту уделят особое внимание. В частности, нужно избавить улицы от незаконной рекламы. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко дал четкие указания. Все опоры, в первую очередь, по гостевым маршрутам. Второе – маршрут посещения патриарха, а потом все остальные. До 10 сентября. Уберите все объявления. На особом контроле городских властей ремонт крыш. Всего в этом году приведут в порядок около 1200 кровель. При этом должны еще успеть проверить вентиляцию, дымоходы и газовое оборудование. А вот комплексная ревизия, насколько самарские объекты ЖКХ готовы к холодам, начнется уже в середине сентября. Никита Борисов, Николай Епифанов, События. В Самаре состоялся брифинг по вопросу проведения торгов на установку рекламных конструкций. Наша съемочная группа узнала все подробности. Наружная реклама в городе станет меньше почти на 30%. Помимо экономического расчета, повысить спрос на рекламное место, есть и желание избежать информационной перегрузки мегаполиса. В старом городе уже не осталось ни одной крупноформатной конструкции. Избавились и от афишных стендов. На смену им установят цифровую рекламу. Новый подход к регулированию рекламного рынка реализуется по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он ориентирован на современные мировые стандарты. Есть нововведения и для бизнесменов. С этого года, вложившись в рекламу по баннерам и счетам, они смогут рассчитывать на аренду сроком до 10 лет, вместо нынешних 5, что должно повысить окупаемость. Здесь мы пошли навстречу нашим бизнесменам. А стартовые цены мы оставили на ценах 2014 года. Последние торги в Самаре проходили почти 5 лет назад. Настало время перемен. В этом году будут выставлены места под установку конструкций формата 3х6. Таких почти 700. Весь процесс торгов разделили на три этапа с 10-дневным интервалом. Стартуют они с 5 сентября. В один крупный лот входит до 50 счетов. Есть и мини-лоты. Количество конструкций в них не превышает 25. Чтобы в торгах смогли участвовать как можно больше предпринимателей. Стоимость размещения своих услуг на рекламных конструкциях зависит от места их расположения. Так, ценовой диапазон варьируется от 115 до 135 тысяч в год. Раньше демонтаж рекламных конструкций мог делать сам бизнесмен, но за бюджетные деньги. Не все предприниматели оказались чисты на руку и заявляли сумму в разы больше фактических. Поэтому теперь они не могут убирать счеты сами. Перед подготовкой к чемпионату мы перешли на метод микроконтрактов. Что нам позволило собирать конструкцию и уничтожать. Что касается незаконной рекламы, то на сегодняшний день в Самаре ее не осталось. Ситуацию мониторят ежедневно, в том числе и по обращениям жителей города через соцсети. Для быстрого реагирования создана специальная рабочая группа. При обнаружении незаконной рекламы специалисты действуют в течение трех дней. Мария Левина, Сергей Баскин. События. Меню в школьной столовой должно быть разнообразным и полезным. Чтобы получить вкусный результат, для этого нужны не только качественные продукты, но и современное оборудование, которое позволяет ускорить процесс самого приготовления. Наша съемочная группа оценила подготовку школьных столовых Самары к новому учебному году. Больше никаких граненых стаканов, алюминиевых кастрюль и сколотых тарелок. Столовую в 64-й Самарской школе не узнать. Посмотреть новое помещение приехали депутаты городской думы. Здесь полностью поменяли обеденную зону. Цех по производству, починили канализацию, электричество, закупили новую мебель и посуду. Ирина Портынина профессор по школьным щам вот уже 37 лет. Не нарадуется новому оборудованию. Теперь на нем одновременно можно готовить несколько блюд. Он готовит все. Он готовит выпечку, готовит каши, готовит котлеты. Ну, в общем, все. Он ускоряет процесс готовки? Ну, конечно, ускоряет. А до этого были такие или они более старые? Нет, более старые. Был пекарский шкаф. Он держал температуру. Ну, полчаса надо было готовить на ней. В 17 городских школах появились новые посудомоечные машины, овощерезки, новые плиты. А для работников кухни оборудовали душевые комнаты и туалеты. Эстетика, красота. Это так, как маленькие дети, это тарелочки должны быть маленькие, не огромные для взрослых. То есть детская посуда, эстетически, грамотно, правильно оформленная. И, конечно же, требования к директорам кабинета школьного питания. Питание должно соответствовать всем нормам, должно быть спалансированное. И витаминизации будет уделен особый подход. Мы побеседовали и с сотрудниками, конечно, настроение несколько уже другое. В этом году у нас достигнута договоренность. У нас от трех лет будут заключаться договора на обслуживание. Это позволит комбинатам подбирать более качественно персонал. Ну, одно дело на год, да, так сказать, вы заключаете контакт с сотрудником, да, так сказать, и у него уже одно настроение, другое дело, это вот такой трехлетний, более пролонгированный. Ну, и задача, которая стоит, это увеличить охват питания. Дальше у нас присутствует социальный фактор 20% детей школьного возраста. Напомню, у нас на 1 сентября 123 тысячи детей. Мы кормим бесплатно. Вот, это не жесткая цифра. То есть, если есть проблематика и увеличивается, мы вносим изменения в бюджет. Два главных множества этого учебного года. Столовые будут работать и по субботам. А родители сами смогут выбирать меню для своих детей. О вкусах спросят и учеников. Каким они видят свой школьный завтрак и полдник. Отдельное внимание уделяют диетическому питанию. Никаких жиров и вредных добавок. Новая техника готовит кулинарные изыски на пару. Всего в этом году отремонтировали 159 школ. Еще 50 приведут в порядок следующим летом. Валерия Куценко, Николай Сидоров, События. Перевыполнили план. В Самаре по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в этом году обновлены уже полсотни дорог. К первоначальному плану добавилось еще 11 объектов. Три из которых в микрорайоне «Крутые ключи». Улица Маршала Устинова, бульвар Финютина и улица Мира. На ремонт проезжей части около 40 самарских дорог было направлено более 370 миллионов рублей. После завершения основного ремонта в результате грамотного перераспределения средств деньги нацпроекта было решено направить и на другие объекты. Один из таких – на улице Мира. Ташкентская – это один из дополнительных объектов, который также мы делаем в рамках высвобивших средств. У жителей были многочисленные нарекания на улицу Ташкентскую, на участке от Старозагоры до проспекта Карла Маркса. Сейчас там выполнен также ремонт картами. И также мы включили дополнительный еще участок Ташкентского переулка от Карла Маркса до Черемшанской. Он тоже находился в неудовлетворительном состоянии. И по многочисленным обращениям жителей было рассмотрено их предложение, и мы также включили этот участок в ремонт. Ранее на участке от бульвара Ивана Финютина до железнодорожного переезда были дефекты покрытия, многочисленные выбоины, а также просадки колодцев. В течение года для поддержания дороги в нормативном состоянии выполнялся аварийный ямочный ремонт на общей площади 600 квадратных метров. Такая поддерживающая мера позволяла эксплуатировать дорогу до включения ее в перечень ремонтируемых по нацпроекту. Кроме укладки асфальта подняли на проектную отметку 26 дождеприемных колодцев. Они вровень с новым покрытием. Все это необходимо, ведь дорога востребована автомобилистами. Здесь прилегают маршруты общественного транспорта. Пробы асфальта взяли на лабораторную экспертизу. Дорога проверку прошла. Отверстия после отбора проб будут заделаны в ближайшее время той же асфальтобетонной смесью, которая использовалась при ремонте дороги. В скором времени на участке появится осевая разметка, два светофора, мигающие желтым. Опоры для них уже установлены. Предусмотрены и лежачие полицейские, чтобы автомобилисты не разгонялись по обновленной дороге и своевременно сбрасывали скорость перед пешеходными переходами. Разметка уже нанесена. Сделали нам недавно асфальтик. Вообще суперский, прям приятно стало ездить. Но не хватает нам еще разметочки здесь, надо разлить. Потому что не все водители понимают, как ездить. Тогда прекрасно все сделали. Можно было есть, а сейчас сделали, еще лучше стало. Ну то есть, как бы она не была слишком ужасной? Ну не совсем была убита, но подремонтировали. Нам приятно ездить по этой дороге. Везде пешеходные дорожки. Все хорошо, очень удобно. Водители пропускают, жаловаться нельзя. Я хожу, и на Финютина хожу. Ходить надо, дома сидеть тоже нельзя. Вот хожу по магазинам, сама прогуливаюсь. Всего в этом году при поддержке нацпроекта в районе Крутые ключи было сделано три дороги. В целом работы на объектах завершены. При этом капитальный и комплексный ремонт продолжаются. Отставания от графика нет, а на некоторых участках подрядчик идет с опережением. На всех этапах дорожные и ремонтные компании организуются общественный контроль. Основные задачи нацпроекта не только обновление дорог, но и также повышение безопасности движения. Валерия Куценко, Николай Сидоров, События. Самарские штрафстоянки оказались под колпаком у общественников. Активисты Общероссийского народного фронта проверяют, какие санитарные условия предоставляют эти предприятия автовладельцам, которые приходят забирать свои машины. Алексей Панин забрал свой автомобиль со штрафстоянки за 15 минут. Очереди не было. Повезло, радуется автолюбитель. За это время успел заметить изменения, которые произошли в этой фирме. Еще совсем недавно здесь было не так комфортно. В прошлый раз мне машину лет пять назад забирали, и это был кошмар. То есть я где-то час ждал. Активисты Общероссийского народного фронта проверяют, созданы ли комфортные условия для водителей на городских штрафстоянках. Автолюбители пожаловались в интернете, что часами и в жару, и в мороз дожидаются возврата машин. Туалеты, умывальники, контейнеры с питьевой водой, зала ожидания или отсутствуют, или находятся в аварийном состоянии. По мнению общественников, бизнесмены обязаны соблюдать санитарные нормы и создавать комфортные условия ожидания для клиентов. К сожалению, мы в ходе проведения рейда сегодня увидели, что многие вещи были сделаны только из-за того, что люди за неделю знали, что к ним придут с проверкой. И это удручает. Директор штрафстоянки рядом со стадионом «Динамо» признается, нарушений хватает, но он готов их устранить. Умывальник появится в ближайшее время, так же, как и второй туалет. Вагончик ожидания отремонтировали и оборудовали кондиционером и кулером недавно. Электронная система оплаты услуги эвакуации машин и штраф за неправильную парковку работают как швейцарские часы. Со своей стороны все, какие есть у них замечания, поправки, мы серьезно к этому отнесемся, все исправим, ну и, соответственно, если все это в рамках закона. После проверки шести городских штрафстоянок активисты ОНФ собираются с докладом в прокуратуру и Роспотребнадзор. Затем пойдут в ГИБДД и главе Самары добиваться, чтобы коммерческие штрафстоянки стали муниципальными. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре сегодня утром образовался транспортный коллапс. В утренний час пик город сковали многобальные пробки. Они протянулись на много километров по Новосадово и Московскому шоссе. Подвел в это утро самарцев и известный сервис «Прибывалка». Приложение не показывало расположение автобусов, трамваев и троллейбусов. По данным сервиса о пробках, на главных магистралях города скорость движения местами не превышала 5 км в час. Особенно проблемными зонами областной столицы оказались участки на пересечении Московского шоссе и Авроры, Новосадово и Советской армии, Московского и Ракитовского шоссе. В Самаре четырехполосное движение по проспекту Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской могут открыть уже в этом месяце. Капитальный ремонт дороги стартовал в мае. По информации подрядчика, открыть движение планируется во второй половине сентября, когда будет закончен ремонт железнодорожных переездов. Частично от моста до переездов движение открыто уже сейчас. Напомним, капитальный ремонт проспекта Кирова стартовал в Самаре в конце мая. Дорогу обещали расширить до четырех полос, сделать тротуары, разделители, пешеходные переходы и освещение. Стоимость работы оценили почти в 320 миллионов рублей. Генеральным директором ООО «Газпром Межрегион Газ Самары» назначен Виталий Коротких. Такое решение принял Совет директоров компании. К исполнению обязанностей новый глава компании уже приступил. На этом посту он сменил Андрея Кислова, занимавшего должность 2001 года. Одновременно с руководством региональной компании по реализации газа Виталий Коротких продолжит руководить ООО «Газпром Газораспределения Самара». Финальные аккорды Самарский муниципальный духовой оркестр дал заключительный концерт своего летнего сезона. Коллектив отыграл самые лучшие композиции своего репертуара. А впереди выступление в залах на больших сценах. Лето выдалось напряженным, рассказывают участники Самарского духового оркестра. Более 30 концертов сыграно на разных площадках Самары. Еще 14 в Струковском саду. Марк Коган, художественный руководитель, делится. Музыканты уже с нетерпением ждут зимнего сезона. Это время, когда оркестр расширяет свой репертуар и работает в залах на больших сценах. Очень большое сожаление о том, что закончилось замечательное время, когда у нас прямой контакт с публикой. С другой стороны, я рад, что мы уже переходим в залы, где будут афишные концерты. Финальный концерт лета оркестр отыграл в Струковском. Начал сеанс со спортивного гимна «Оле-оле» реки Мартина и закончился школьным вальсом Исаака Дунаевского. Таким образом музыканты перекинули мостик от чемпионата мира ко дню знаний. Публика традиционно осталась в восторге от мастерского исполнения. Сам дирижер, тот, кто... Это прекрасно, замечательно просто. Исполнение очень хорошее. Мне очень нравится. Я с удовольствием прихожу на его все концерты. Часто хожу, каждую неделю. Духовой оркестр вообще нравится. Понятно мне, с молоду. Впереди у коллектива оркестра много творческой работы, в том числе выступления на фестивалях, на сопках Манджурии и когда мои друзья со мной. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Калдашов. События. Против сна, безделья и ремесла современное визуальное искусство вышло за пределы холста. Этот принцип в действии показали молодые художники на первом слете. Так называется их мероприятие. На два дня один из самарских хостелов стал арт-площадкой. Пространством для экспозиции, инсталляции, лекций, бесед о том, какое же оно новое самарское искусство. И ключевой вопрос, который задается с лед, это кто такой самарский художник, что он вообще делает и как с этим дальше жить. Важно зафиксировать этот момент, что в Самаре происходит сейчас в плане культурного пространства и как с этим работать. Художники превратили комнату в палату детского советского интерната. Авторы зафиксировали момент, когда СССР двигался к разрушению. Инсталляция, казалось бы, юношески непосредственно. На столе загран паспорт, которого в таком месте быть не могло. Но важно другое – попытка осознать прошлое и выработать к нему художественные отношения. Здесь ребята хотели показать свою попытку переосмыслить, понять ностальгию наших родителей по временам советским. Многие инсталляции на слете стирали грани между зрителем и тем, что он наблюдал. Это, например, комната придуманного художника-хулигана Захара Веселыча. И гостям здесь не рады. Че ходим? Че ходим? Люди здесь живут? Не видится, что ли? Мешаете ли здесь? Устроитесь проходной двор? Так, за дверь, за дверь, быстро. Музей тут у вас. Давайте, давайте, выходим, выходим, выходим. Мешаем, люди, не видите, живут тут. В итоге экспозиции, которые кажутся попыткой похулиганить, оказываются точным художественным высказыванием о хрупкости и значимости внутреннего мира человека, о поиске новых вариантов будущего. Также я предлагаю посмотреть на самих себя через призму африканской эстетики в изгнании и ответить на довольно-таки простой и актуальный вопрос – кто же мы такие? Вот эта вот атмосфера какой-то непринужденности и свободы. Неформальность в формальных рамках. Это как особенный мир, другая планета, на которую прилетаешь и, не знаю, прям как будто в другой мир окунаешься. Новые скали и на другой площадке, организованной слетом. Там учились создавать футуристические коллажи. Еще 100 лет назад, даже больше 100 лет назад, идеологи футуризма вдохновлялись идеями новой жизни, скорости, машин. Художники обещают, в следующем году будет новый слет и новые идеи инсталляции и картины. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин